Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Слышно ли меня? Слышно ли меня? С днём рождения, дорогой Александр Тернавский. Поздравляем вас и желаем вам здоровья, счастья и успехов в труде. У нас сегодня гениально Александр Петриков на тему, которая напрашивается, которая вынес в заголовок, но это немножко другая история, она отдельно лежит у меня в телеграм-канале. То, что потом стали считать пророчеством 90-го года после того съезда народных депутатов, на котором отменили шестую статью. Одна из команд КВН, какая-то украинская, не помню, Донецк или Днепропетровск, спела на мотив Беловежской Пущи Пахмутовой песню о бедственном положении Советского Союза, но и, соответственно, с годами она стала звучать более трагично. И да, тот, чего не помнит, я думаю, сам Леонид Парфёнов, то есть я его спрашивал когда-то, и он же называется «Смутно». У него был краткий период в жизни между программой «Намедни», первой программой «Намедни», которая была на Первом канале авторским телевидением, и тем, что было дальше, портрет на фоне, наверное, в конце 91-го года, месяца два, наверное, только в рамках телекомпании «Вид», программа, которая воспроизводила формат «Намедни», как бы вот такой иронический обзор новостей недели, называлась «Дело». Никто совершенно не помнит, что Парфёнов вёл программу под названием «Дело», и вот там, да, я, по-моему, впервые услышал песню Песняров, поскольку ВИА 70-80-х, вот в том периоде, в моём детстве, ещё не очень, как бы, были в моде, но такой забытый нафталин из прошлого, от которого хочется скорее отвернуться, и вот, да, Парфёнов дал как раз новость о роспуске Советского Союза под песню группы Песняры «Беловежская Пуща», песню Александры Пахматовой. Но я, понятно, я уже не раз говорил там, что думаю про «Беловежскую Пущу», как её интерпретирую, сейчас слегка повторю, но зайти хотел бы с имени Ирины Мишиной, которая в эти дни суровые оказалась главным мемуаристом. По вопросу о 8 декабря 1991 года, я, откровенно говоря, ждал, что сегодня Гостель Радиофонд выложит полную запись программы «Время», на самом деле не «Время», она называлась «ТВ-Информ», также забытая страница истории. После августа 1991 года слово «Время», программа «Время», как одиозный символ советской пропаганды, упразднили, убрали, и вот до конца, до 1 января 1992 года, новость, вечерние новости в 9 вечера на первом канале назывались «ТВ-Информ», потом стали просто новости, и уже после начала, я думаю, тоже это не вполне совпадение, а такое общее, как бы, ре о государствении всего на свете, после начала Первой Чеченской войны в 1994 году, в декабре, программа «Время» снова стала программой «Время». Так вот, 8 декабря, и эта женщина, собственно, написала в очередной раз, на самом деле, пронзительный пост на тему того, как она вела программу «Время» 8 декабря, и, соответственно, по ее версии, вот она, значит, увидела телеграмму «ТАСС», значит, слезы потекли по ее лицу, волосы сидели на глазах, и она сказала, дорогие телезрители, сегодня наша прекрасная родина, в которой мы родились и выросли, прекращает свое существование, вот ее упразднили. И, соответственно, я, вот если было видео гостерадиофонда, я бы уверенно сказал, что эта женщина, Ирина Мишина ее зовут, она пиздит. То есть, так получилось, она, мы немножко общались в 2011-2012 году, когда она пыталась быть популярным ЖЖ-юзером, она мне по каким-то вопросам звонила и произвела на мне впечатление, вот я, может быть, слишком часто разбрасываюсь этими выражениями, буквально вчера, позавчера я рассказывал про этого Леню из Реа Новости, что, типа, ебанутый мужчина, сумасшедший. И вот Ирина Мишина на меня производила также впечатление какой-то абсолютной шизофренички, вот, ну и, собственно, вот я обратил на это внимание лет 10 назад, и, как бы, всюду ее забанил, поскольку она там в какой-то момент начала мне как-то, опять же, не по делу хамить, могу быть предвзят. Но, если действительно, если когда-нибудь гостерадиофонд эту программу время найдет, я не думаю, что там обнаружатся какие-то прямо живые патриотические эмоции. И доказательством этому отчасти можно считать, можно считать выложенные сегодня, ну, понятно, это, как бы, не эксклюзив. Я думаю, при желании их и вчера можно было нагуглить, просто, что называется, не видел, как бы, в таком количестве, в таком объеме. Телеграм-канал Планерка, в частности, выкладывает первые полосы газет за 10, наверное, декабря, потому что сам распуск Советского Союза, подписание, вернее, Белорусских соглашений, это поздний вечер 8-го, и номера за 9-е, не факт, что могли выйти. В общем, да, посмотрите на эти газеты, там упор даже в российской газете, вернее, почему даже, как бы, да, это действительно такая манипуляция, упор на то, что, вот, да, плохая, отжившая империя упразднена, и теперь создается дословно новый союз свободных государств, СНГ. И общее настроение общественно, я готов, как бы, за него ручаться, тогдашняя школа, медиа, там, не знаю, какие-то взрослые окружающие, действительно, ничего страшного не случилось. Да, прогнали Горбачева, которого и так уже никто не любит, и теперь просто переименовали вот эту нашу большую страну, теперь она будет называться СНГ, более того, уже в 9-м классе, в 95-м году на уроке про право, да, как называлось, основы государства и права, в учебнике кто-то прочитал фразу уже про Конституцию 93-го года, да, про нынешнюю буквально, что, там, президент России, там, бла-бла-бла, что-то осуществляет в областях, краях и республиках. И учительница говорит, вот, это имеется в виду республики СНГ, потому что, значит, вот, Россия ими руководит. То есть, на уровне обывателя, да, глупого, наверное, то, что страны нет, да, и что Украина за границей, Белоруссия за границей, Казахстан за границей, очень долго оставалось неочевидным. Я также рассказывал, и, ну, рассказывал я, я ссылался неоднократно на вот эти стенограммы Буша, да, которые появились лет 8 назад, когда оказалось, что, во-первых, да, Горбачев, ну, это понятно было, до конца бьется за союзы, даже после независимости Украины, которая, как бы, считается 1 декабря уже финальная точка, уже вот после этого союзу не жить. Горбачев говорит, ничего страшного, что Украина независимая, вот в США все штаты формально независимые, и что? Что мешает им быть? И вот также обратите внимание на первые полосы газет, которые, там, я сегодня репостил в Фейсбуке, там, по-моему, в независимой газете, собственно, заголовок на открытие, да, что Горбачев будет бороться, да, и действительно, на самом деле, вот, немножко хотел бы сместить акцент, и сам об этом не задумывался до сих пор буквально, да, конечно, естественно, мы все смотрим на Беловежскую пущу, да, вот это событие, вот это событие, но также стоит понимать, да, что вот сама картинка, да, крушения Советского Союза, хрестоматийная, да, которая уже навсегда, когда с Сената, да, с этого купола над Кремлем опускают медленно красный флаг и поднимают белосинекрасный флаг, это 25 декабря 1991 года, Горбачев обращается к народу и говорит, что он уходит, после этого, как известно, он покидает кабинет, ему уже не наливают чая, потому что он никто, и, как он потом рассказывал, Бурбули с Ельцин и Коржаков тут же заняли его кабинет и распили там бутылку водки, и Горбачев, это не мне, это где-то по телеку говорил, бутылку виски, распили бутылку виски, это уже паранойя какая-то, и вот действительно, вот что происходило между 8 и 25 декабря, Горбачев бился, и почему он сдался, на самом деле, также это видно и по этим газетам, и, собственно, уже по реконструкции событий, да, кто главная фигура после Беловежской пущи, у кого золотая акция Советского Союза, у Нурсултана Назарбаева, у, наверное, влиятельнейшего, на тот момент, с общесоветского политика, лояльного, умеренно лояльного Горбачеву, умеренного, в принципе, человек, который, да, будет вот этим голосом компромисса, более того, где-то неделя за две до Беловежского соглашения, когда заговорщики делали вид, что все в порядке, и ведут переговоры об объединении в новый союз, как это называлось, ССГ, Союз Суверенных Государств, именно Горбачев становился, именно Назарбаев становился главным спикером от этого сообщества лидеров республик, потому что Ельцин, как бы, понятно, слишком, что называется, одиозен, слишком радикален для Горбачева, вот Назарбаев умеренный, и когда 21-го, второе, как бы, вторая декларация СНГ, когда уже все остальные республики, кроме, понятно, Прибалтики, по-моему, Армения и Грузия, может быть, Армения даже и подписала, в общем, и Молдавии, да, то есть, вот, основной костяк, да, всех республик подписали еще раз, вот, подписались под, по сути, Беловежским соглашением, собственно, в Алма-Ате собирались, Назарбаев предал, после этого, как бы, после этого удара буквально в спину, Горбачев прекратил сопротивление, это, конечно, тоже надо проговорить, решающий голос был не за украинцами, а за Казахстаном, за Назарбаевым, и мы это, как бы, рефлексируем, помним. Да, ну и что касается Ирины Мишиной, помимо вот, так же интересный момент, вот, на самом деле, да, перед нами какая-то, вот, ныне пожилая блогерша, и, действительно, в то же время человек, который вел программу «Время» в конце 91-го года, и, удивительное дело, есть какой-то набор людей, которые, во-первых, на коне до сих пор, из тогдашних ведущих новостей, Миткова, Киселев, там кто-то еще, Киселев, Дмитрий, естественно, но Евгения тоже можно считать в какой-то мере, вот, и есть, да, вот, какие-то люди, причем не только она, был, допустим, еще Павел Каспаров, был Сергей Ломакин, которого, правда, август 91-го года сломал, которые, вот, да, не вписались, и у меня сегодня, опять же, с моей вечной тягой к какому-то вот этому, наверное, конспирологическому упрощению родилась простая концепция. Понятно, что советское телевидение, как передовой отряд такой идеологической борьбы, было в большей степени, чем среднее какое-нибудь учреждение, инфильтровано внештатными сотрудниками госбезопасности. Почти достоверно мы знаем, естественно, об одном, об Александре Любимове из взгляда, но, наверное, можно предположить, да, что и Миткова работала на ГБУху с 80-х годов, и оба Киселева, да, естественно, Евгений Киселев тоже про него вполне, как бы, однозначно. Ну, а кто не работал, тот пролетел. Вот Ирина Мишина, про которую я говорю, да, которой выпало закрывать Советский Союз, она, и я помню, причем там, условно говоря, в «Правде» или в «Советской России» писали, что вот патриотических ведущих убирают с телевидения где-то через годик, и она всплыла потом в 94-м году, тоже интересная история, когда вот была главная перестроечная программа, ну, одна из двух, да, наряду со взглядом, до и после полуночи ее вел Молчанов, потом она закрылась, а потом ее возродили очень странно, то есть такой, на самом деле, абсолютно скучный, стерильный набор каких-то вот сюжетов из жизни человечества, да, там, «Цунами в Индонезии», там, «Книга рекордов Гиннесса», «Чувак съел 100 гамбургеров», ну, то есть набор видео эксклюзивных, ну, в общем, никого не волнующих, от агентства «Рейтер», это называлось «До и после», ввел Молчанов, и он довольно быстро понял, что какое-то говно, то есть, как бы, идея, наверное, была на бумаге красивая, но, тем не менее, он не прижился. Вот его заменили на Ирину Мишину, которая эту передачу, ее переименовали в «Большую планету», ввела до 95-го года, а потом, собственно, исчезла и возродилась в ЖЖ году где-то в 2010-м. Судьбы, опять-таки, людские. Вот интересно, насколько верна, насколько может быть верна моя гипотеза про конторских и неконторских телевизионщиков, что неконторские пропали, конторские до сих пор остаются на коне, именно потому что они конторские. Ну и да, посмотрите еще раз, вот отсылаю к этим газетам за 8 декабря, за 9-е, 10-е декабря, когда в каждой газете на первой полосе упор на то, что СНГ — это Славянский Союз, независимо, опять же, газете заголовок «Славянская Антанта». То есть вот тогдашняя, ну, опять же, не знаю, насколько интуитивная, насколько продуманная пропаганда, смягчающая факт буквально государственного переворота, она делала акцент на то, что вот теперь создается некий Славянский Союз, который, соответственно, без этих отягощающих нас, как тогда говорили, забытое, на самом деле, слово, тогда оно было в ходу, теперь нет чучмеков, да, вот, соответственно, без чучмеков мы будем жить хорошо. Ну и да, давайте проговорим, меня тем более спрашивает наш добрый зритель, добрый кабан, не кабаны добрые, а другой из соответствующей другой среды. Ваня спрашивает, вот, Олег, скажите, пожалуйста, а если бы Союз не распался, был бы ты антисоветчиком, был бы ты антикоммунистом? Здесь вопрос, действительно, была ли возможность того, чтобы Союз не распался? И да, снова отсылаю к Назарбаеву, вернее, ко всей этой прослойке пассивных, да, руководителей союзных республик, которые, как скажет Москва, так и будет. Легенда, которую я люблю, повторяю, и присутствующий здесь, наверное, мой добрый кум Илья, знает мою, что я люблю эту историю, про то, что Туркменбаши, да, вот Сапрамурад, еще не Язов тогда, первые полтора года после крушения Советского Союза, искренне ждал, что вот ему позвонят из Москвы и скажут, что как бы это все была шутка, приезжайте на заседание ЦК. Когда он понял, что не позвонят, тогда он и сошел с ума и превратился в этого самого безумного постсоветского диктатора. Так вот, отторжение, да, предоставление насильственное буквально всучили им независимость этим людям, да, действительно, это такое самое наглядное последствие Беловежского переворота, потому что ни Казахстан, ни Узбекистан, ни Таджикистан, где уже начиналась война, ни Киргизия, ни даже Азербайджан, который вот отдельно от Грузии и Армении был наиболее просоветской тогда республикой, не рассчитывали на то, что они теперь будут независимые страны, члены ООН и так далее. Их поставили перед фактом, они по-разному восприняли, наверное, будучи самым хитрым, Назарбаев именно сразу понял, чем для него это в хорошем смысле чревато. Ну да, и вот говорить о том, вот если бы не Беловежский сговор, распался бы Советский Союз, наверное, нет, то есть в том виде, в каком мы его как бы застали, подетствовали там по каким-то рассказам взрослых, его бы уже не было, так его и не было, начиная как минимум с августа, а может быть и раньше. В каком-то виде, когда, да, в Москве центральная власть, которой подчиняются оставшиеся республики, сколько-то лет он бы еще, наверное, прожил. Очевидно также, что вот, опять же, говорят, да, ликвидация Советского Союза, как будто бы ликвидирована вот та гулаговско-кпссовско-какая угодно империя. Нет, конечно, на самом деле это было уже, как тоже не раз говорил, наверное, самое свободное государство в мире на тот момент. И, наверное, если бы его, так сказать, не испортили бы ломиком, да, и вот та ситуация, когда, вот если бы не убили Пушкина, что бы он написал? Здесь то же самое. Может быть, он ничего бы не написал? И здесь, может быть, Союз бы распался через неделю сам. Но мы этого не знаем. Союз ликвидировали силой и обманом. Это как бы документальный факт. Так вот, ну и очевидно, да, это было бы какое-то государство, которое абсолютно, наверное, было бы таким сателлитом Соединенных Штатов. Вот опять же, уже такой позднейший миф, и в посте Ирины Мишиной он тоже есть, что я прочитала о том, как они позвонили Джорджу Бушу, да, президенту США, и мне показалось, что это отчет о проделанной работе. Понятно, что это позднейшее воспоминание, ложное воспоминание, возникшее где-то в 90-х годах в патриотической прессе, что вот, доложили Бушу, отчитались перед Бушем. Но, в принципе, мы знаем по публичной активности Буша, по его летней поездке в Киев, знаменитая речь Чикин Киев, что как раз до последнего момента, как, опять же, как считают плохи, и о чем мы недавно спорили с кем-то из вас, что вот до саммита, да, на палестинскую тему в Испании, да, когда большие западные страны сказали Горбачеву, что они как бы уже не имеют его в виду как лидера Советского Союза. Вот до этого времени, да, Соединенные Штаты всерьез также ориентировались на необходимость сохранения Советского Союза, но, очевидно, как единого игрока с единым ядерным оружием и так далее, и так далее. Они опасались, действительно, опасались того, что начнется анархия в ядерной стране. Здесь, я думаю, как бы особой конспирологии нет. Сегодня интересно, причем очень странные утечки, или даже не утечки, публичные какие-то комментарии. И вот я обсуждал с одним из вас, опять-таки, он говорит, да ну ерунда какая-то, Путин на это не пойдет. А у меня же ощущение, что Путин ровно этого и хочет, и для него это будет его историческая заслуга, ради которой он, наверное, с удовольствием, опять же, сольет украинцам ДНР и ЛНР, даже если они не хотят на самом деле их себе возвращать. А именно письменное обещание, значит, всех стран НАТО не принимать в НАТО Украину, не расширять НАТО в сторону России. И очевидно, что Путин, может быть, даже излишне на этом немножко зациклен. Более того, вот сегодня, опять же, в густапсовом чате звучало, оказывается, есть в Википедии гигантская статья про обещание не расширять НАТО. Ну, понятно, такой важный постсоветский миф, что там кто-то устно обещал Горбачеву НАТО не расширять, но Горбачев глупый, значит, бумажку не взял, и с тех пор Запад считает себя не обязанным НАТО не расширять. Насколько это правда, до сих пор как бы вопрос дискуссионный, но также по вот этим агеографическим фильмам про Владимира Путина, мы знаем, что для него это очень важная история, что да, обещали не расширять, обманули, и значит, обманут еще раз. И если действительно вот этот вчерашний разговор привел к тому, что да, Байден, как бы дедушка, как его все говорят, там считают маразматиком и так далее, но очевидно, умный, опытный политик, он, собственно, ну, наверное, как можно представить, да, спросил вот, что, чего, значит, вы хотите, чтобы как бы быть уверенным, что на украинском направлении все нормально. И если Путин ему говорит не расширять НАТО, Байден, можно сказать, ну, окей, наверное, да, такое требование, ну, почему бы и нет. В общем, посмотрим, интересно, по крайней мере, перспективно, опять же, отсылает нас 30 лет назад. Ну, и сегодня еще я выкладывал в Телеграм-канале и в Фейсбуке фрагмент, ну, я пару лет назад выкладывал и полный текст, но текст, естественно, кринжовый, представьте, что я могу написать в 21 год. Сочинение студенческое на конкурс 91-й год в моей судьбе, который я, значит, занял второе место, первое место какой-то парень с восточной фамилией, интересно, что с ним стало, не выделили воюет. Теперь первое место занял этот парень с восточной фамилией и он уехал на стажировку в Прагу в Радио Свободу на двухнедельную, а второе место занял я, получил 500 долларов и, соответственно, с удовольствием эти 500 долларов потратил, как сейчас помню, начал тратить в магазине Сток-центр на Войковской, да, где продавался какой-то самопальный товар за какие-то копейки и купил себе гигантский пуховик, якобы Nike, там еще какие-то одежды. В общем, приятный, как бы, московский шоппинг на, соответственно, 500 долларов от Радио Свободы. Выбирал лучшее сочинение и вручал, собственно, эту премию Петр Вайль, который, так получилось, именно 8 декабря, 12 лет назад, умер, то есть как раз в тот день, которому посвящено сочинение, за которое Петр Вайль меня наградил 500 долларов. Судьбы, как говорится, людские. Забавно, кстати, что в этом сочинении, да, слово Астана меня сейчас самого смутило, что, да, это же как бы Северный Казахстан, русский город, а я говорю, что там моя родина Россия, Каунас, Астана и Львов, это не моя родина, да. Вот, но, наверное, можно предположить, что я имел в виду именно Север Казахстана как источник вот этих мигрантов, полурусских, полуазиатов, которые приезжают к нам в Калининград и которых я не люблю, но уже, естественно, не поручусь. Может быть, это тоже позднейшее ложное воспоминание. Так, 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 да, ну и, собственно, отвечая Ивану, продолжаю, был бы я антисоветчиком, не знаю, на самом деле, конечно, нужно было переболеть, я считаю, лучшие люди вот моего и поколения, и постарше, все должны были быть какими-то красно-коричневыми реваншистами в 90-е годы, кто был в 90-е годы демократом, тот конформист и пидорас. Соответственно, нормальные парни были за сталинизм, за, там, не знаю, за какой-нибудь неосоветский неофашизм, вот за все за это, Невзоров, проханов, потом балабанов, как бы, да, ну и, собственно, с годами уже немножко выравнивается колебание маятника, сам взрослеешь и, собственно, понимаешь, да, где зло, где добро, естественно, коммунистическая советская история России, это история абсолютного зла, абсолютного ада и в здравом уме человек, тем более русский человек, тем более русский человек с сердцем, конечно, не может быть за коммунистов, но еще раз скажем, что в 90-е уж первом году вопроса о сохранении вот той гулаговской КПССной системы не было никоим образом. Уже несколько лет Советский Союз был другой страной. Это страна, в которой, там, не знаю, БГ написал русский альбом, это страна, в которой продавалась красная артуть, танки, там и все на свете, это страна, в которой можно было, правда, это уже в 92-й по-моему год, но, тем не менее, в 91-м тоже можно было, просто никто не догадался выложить голыми телами слово хуй на Красной площади, страна, в которой можно было все, поэтому как раз мы говорим о Советском Союзе с 91-го года, не нужно считать его Советским Союзом 84-го года. Ну и Горбачев, как таковой, как лидер и как, если угодно, визионер, это действительно, наверное, лучшее, что случалось с Россией за весь 20-й век. Давайте так. Так, 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 так. Да, что касается Байдена и Путина, еще забавный момент, давайте сочтем это буквально таким прососом знаменитого бункерного корреспондента Павла Зарубина, программа «Москва-Кремль-Путин», который вчера, и это стало большой новостью во всех агентствах, он подробно рассказал о том, как вот этот саммит по Зуму Байдена и Путина проходит. Значит, оба все жестко один на один, даже переводчики сидят в других помещениях, и вот оба президента сидят строго один в помещении, как я сейчас на стриме, да, перед камерой никого нет. Значит, вышла эта новость, все они написали, Павел Зарубин передал, через, значит, два часа американцы выкладывают свою фотографию, где Байден сидит в помещении набитым всевозможными людьми, вплоть до пресловутой пресловутой Нуланд. Ну, собственно, да, обращаем на это внимание. Да, надо было начать с этого, но это такой технический момент, кто любит читать, да, кто, может быть, не смотрел даже стрим с Глебом Моревым, сегодня вместо колонки, ну, вы, может быть, знаете, на Репаблике я выложил стенограмму, на самом деле, стенограмму первого часа из двух разговоров с Глебом Моревым, поскольку второй час уже был обо всем на свете, вплоть до, опять же, до Гайдара, Оксимирона и так далее, и так далее, а первый строго о Мандельштаме, я его своими руками вчера расшифровал, Александр Петриков нарисовал гениальный портвет Мандельштама, и, соответственно, стенограмма большая, насыщенная, интересная, доступна. На самом деле, да, я написал к ней предисловие, тоже проговорю, я реально хотел и в итоге не стал прямым, как бы, текстом, в разговоре с Моревым, говорить, что вот там, не знаю, Мандельштам стал, как бы, лояльным, как вот, в какой-то мере, я стал лояльным, что-то такое, да, в итоге понятно, что, во-первых, это было бы, наверное, кринжово, во-вторых, и так все считается, и про меня, и не про меня, то есть там, тот же Алексей Толстой, как символ для Мандельштама, какой-то гнилой продажной литературы, да, на тот момент, естественно, там, абсолютное воплощение, ну, условно говоря, Владимира Славьева. Что касается, вот опять же, этого типажа, Алексеев Толстых, да, естественно, нельзя пройти мимо дискуссии, не смотрел, но, собственно, как часто бывает с какими-то нашумевшими текстами или телепередачами, да, разорванное на цитаты, на твиты, на мемы, это интервью в полной мере до меня дошло, и финально, как бы, его уже уничтожила, да, вернее, саму Дуни уничтожила Мария Певчих в своем треде, на который я давал сегодня ссылку, и что я хочу сказать, вот тот случай, да, наверное, ну, честно скажу, к Марии Певчих там не то, что относишься заведомо негативно, да, она вот такой новый сложный символ, наверное, постнавальнизма, да, который как бы буквально сегодня в какой-то мере заменяет Навального как самая статусная и самая, ну, в смысле, наименее адская, наименее одиозная лицом ФБК там в сравнении с Волковым, там кем-то еще, наверное, так, и тем не менее, вот набор претензий ее к Авдоке Смирновой, то есть, ну, если кто не слышал, не читал, там история такая, что Авдоке говорит, да, вот лучшие люди сегодня в России, вот Сережа Кириенко, да, как он, соответственно, там, развивает интеллектуальную сферу, какой он молодец, ему героя России нужно было давать еще в 98-й год, да, конечно, он понимает, что Немцова убили, как бы, это преступление, но он добьется однажды наказания, еще этого не произошло, он в таком духе, да, естественно, Авдоке Смирнову в этом интервью, ну, прямо скажем, жалкое, как жалок любой человек, вот идущий на такой компромисс, когда во имя, там, не знаю, того, что ты можешь снять сериал Вертинский, тебе приходится вот буквально публично есть кал в рамках вот этой, как бы там, не знаю, как правильно назвать, парадигмы, да, линии партии, здесь вопросов нет, да, как бы тут действительно Марио Певчих права, но бывают такие люди, действительно бывают такие люди, которые вот прав, да, которые тебе говорят абсолютно какие-то бесспорные, очевидные вещи, а у тебя на это ответ только один, может быть, да пошел ты нахуй, вот я думаю, как раз буквально Марио Певчих по миллиарду причин и не только по моим субъективным, я думаю, относится буквально к таким людям, могу быть неправ, конечно, но по крайней мере положняк, излагаемый в нашем стриме по Марио Певчих буквально таков, значит, что еще, что еще, что еще, да, про Сауля Амарову тоже, наверное, такой печальный постскриптум к 91 году, когда годы спустя какая-то, соответственно, почему-то ее все считают комсомолкой, хотя, очевидно, преувеличена ее какая-то комсомольская ангажированность в 91 году, вот эта казахская, казахская, не киргизская студентка, которая с годами стала американским каким-то почти чиновником, да, вот в итоге она прекратила борьбу за должность, там, как финансово-бюджетного контролера, да, при Конгрессе, потому что, соответственно, ее затравили как бывшего члена в ЛКСМ. Это, конечно, тоже интересная история, но на самом деле не жалко, конечно, вот такого человека, потому что не в смысле, что, вступая в комсомол, ты произносил какую-то комсомольскую присягу, а все-таки есть что-то ненормальное, да, когда из одной реальности люди вот до такой степени перемещаются в другую, ну, представьте меня, завтра я выхожу в шапке мохнатой королевского гвардейца и в красном мундире и говорю, вы знаете, там, ну, там все, там из газеты РУ выгнали, там еще что-то, еще что-то на радиокапе, значит, не берут, ну, вот, позвали, хорошая служба, да, буду стоять, там, не знаю, в карауле Букингенского дворца, это же будет дикость какая-то, не надо мне стоять в карауле Букингенского дворца и дворцу, как бы, вряд ли от этого хорошо и мне вряд ли хорошо и вы смеяться будете, здесь то же самое, если ты казахский комсомолец, сиди, значит, у себя в казахском комсомоле или, там, в лучшем случае в посольстве Казахстана, наверное, в Соединенных Штатах, ну, не знаю, может быть, опять же, я живу какими-то стереотипами из 20-го века. Наверное, еще стоит вернуться к теме Болотной, потому что, вот, меня Артемий Стрелецкий спрашивал в стриме вчерашнем, наверное, позавчерашнем, Олег, а вот тебя-то кто вообще втянул в оргкомитет? И я понял, что, не помню, как бы, да, вот, кто мне написал или позвонил, там, Олег, мы в Джон Доне, приходи. Но кто бы это ни был, там, Тихон Зитко или Аклишин, там, кто Красильщик, кто угодно, естественно, как бы он был, вот этот звонивший мне неизвестный человек, я, честное слово, его не помню и уже говорил об этом, звонивший мне неизвестный мой знакомый, он был, собственно, передаточным звеном, а от кого? От Пархоменко, да, потому что, ну, собственно, главный, да, дуаен этого, как бы, журналистского корпуса в оргкомитете был Сергей Пархоменко, который, собственно, был в мэрии, с фискарем знаменитым. Вот, и для меня, конечно, это загадка, причем она немножко выходит за пределы Болотной, где-то с августа или с осени 11-го года мой давний, многолетний, публичный, как бы, хейтер, ну, старший хейтер, наряду с Альбасом, Шендеровичем и так далее, Пархом, вдруг резко всюду стал выступать, какой клевый Кашин, какой молодец Кашин, как хорошо написал Кашин. Я, опять же, в глубине души думаю, а может быть, это может быть такая была подготовка к Болотной, уже было понятно, что к декабрю надо будет как-то всех более-менее заметных лидеров общественного мнения собрать, как говорится, в один кулак, и вот Пархоменко за меня отвечал, но это действительно вопрос паранойи, не уверен я, что как бы стоит об этом думать серьезно, тем не менее, очень загадочно, вдруг человек, который меня и до этого и после не любил, в его жизни возникает период, когда он, соответственно, начинает буквально, как я ему однажды написал, вылизывать мне залысина, это было очень странно, то есть вот зачем-то, да, зачем-то Пархоменке я был нужен, но может быть, может быть, я себе льщу, конечно, но вот в декабре 2011 года, если бы представить, там, не позвал меня Пархоменко туда, и я, соответственно, принимаю сторону, условно говоря, Лимонова, Прилепина и прочих сторонников площади революции и свою тогда более лояльную, чем теперь, и более большую, вернее, там, может быть, сейчас лояльная так же, просто другие люди, их меньше, да, в вас в смысле, и тогда я там свои 200 тысяч читателей в Твиттере агитирую не ходить на болот, было меня, как действительно тогда заметно в Твиттер, с КГА в том числе, перетянуть, не знаю, но было это очень-очень-очень загадочно, естественно, и естественно, это было неестественно, поэтому, когда на очередном витке, не помню уже на каком, из-за какого-то, опять же, фейсбучного срача мы с Пархоменко вернулись в состояние взаимной нелюбви, наверное, это действительно был шаг к гармонии, последний раз, помню хорошо, как мы виделись, году, наверное, в 13-м, я приезжал уже из Женевы на эхо пришел в студию на эфир, вела Ксения Ларина, там сидела в этой комнате перед студией Пархоменко, и я протягиваю ему руку, говорю, я не помню, правда, мы вот там после последних срачей здороваемся или нет, он пожимает мне руку, говорит, да-да, здороваемся, хотя, конечно, с вами здороваться нельзя, потому что вы начинаете орать, лжец, 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 там типа и так далее, и так далее, что такое, а вот вы форсите тему, что я, значит, пил с громовым вискарь, лично причастен к разгрому журнала «Итоги», который объективно для Пархоменко, несмотря на то, что там у него в жизни было много всякого действительно объективного, важного, интересного, да, для Пархоменко «Итоги» как бы такая главная любовь, и вот он как бы говорит, что там никогда ни в какой сговор с человеком, громившим мой журнал, значит, я бы не вступал, ну, вот так он это изложил, вот, но в форме абсолютно такой дикой, хамской истерики, и потом, соответственно, Ларина я уже это рассказывал, может у него спросить, меня отвела сторона, не надо с Сережей вот на эту тему, потому что вот когда в New Times вышла статья, значит, про то, что он пил виски с Громовым, он, соответственно, был настолько расстроен, что, значит, даже там, то ли пытался покончить с собой, то ли говорил, что покончить с собой, ну, в общем, что-то было такое. С тех пор мы никогда не пересекались, но вот как бы, да, на фоне фидбэка моей колонки про Болотную и вот я, соответственно, сегодня много думал о Сергее Пархоменко. Значит, что еще, что еще, так, да, Роман Сымбалюк, вот удивительное дело и опять же, такой вечный разговор про Кремль отказывается от сладкого. Я заголовок писал во время разгрома очередного там, какого-то, видимо, предразгрома высшей школы экономики. Ну, это ко многому можно отнести, от фонда борьбы с коррупцией до тех медиа, которые теперь стали иноагентами. И вот очередная история. Много лет, да, уже вот в эти 7 лет посткрымских был такой прикол, да, в стиле Анны Иоанновны, которая собирает каких-то карликов там каких-то, опять же, странных людей в свой, так сказать, шутовской карнавал, да. Вот один официальный, причем отмороженный, русофобский, украинский корреспондент, официально аккредитованный в России, в Москве, в МИДе, вот он ходит на бесконференции Путина и в лицо ему говорит «Путин, вы агрессор!» А Путин говорит «Я не агрессор!» И всем хорошо. И вот как бы это было много лет. Такая уже уютная, фирменная черта взаимоотношений российской власти с окружающей реальностью. И вдруг, после какого-то 2025 эпизода, когда Цымбалюк говорит резать русню, вдруг российские какие-то, не знаю, следственные комитеты или кто, когда Цымбалюк в отъезде, да, он селфи в Вильнюсе в супермаркете, естественно, а где же еще украинцам фотографироваться? В Вильнюсе с Аркадием Бабченко на фоне какой-то еды. И вот буквально в эти дни, когда, собственно, все, кто следит за Цымбалюком, знают, что он не в России, в эти дни российские силовики объявляют уголовное дело по Цымбалюку, типа, разжигал там, типа, все. В общем, Россия избавилась от Цымбалюка, и вот теперь этого прикольчика, да, теперь вот этого образцово-показательного уродца из крепостного театра у нее не будет. Вот почему-то вдруг, опять же, вот эта такая, наверное, уже полумразматическая, полусонная система вдруг проснулась, увидела Цымбалюка, ой, Цымбалюк, типа, надо его... Хотя, как бы, он его буквально радовал все эти годы, ну, в общем, загадочно на самом деле. Вот. Ну, я не знаю, стоит ли как-то обращать внимание, я это вписал в конспектик, но вы видели, а что здесь добавить? Полемика, если это так называется, да, Антона Красовского с Дудем после фильма про пытки. Полемика такая. Значит, вот фотография Дудя, и Красовский пишет, вот этот человек говорит, что в России пытки, да, снял фильм про пытки. Смотрите, какой он, да, типа, на дыбе, значит, сидит, вот его пытают, вот этого, значит, сытого и веселого Дудя. Рамзан Ахматович, приди, порядок наведи. И, соответственно, там я вижу какие-то посты, ах, значит, Красовский продал душу, продал совесть, как его жаль. Не знаю, не знаю, по-моему, действительно, мы как-то какой-то финальный распад пронаблюдаем, и он всех удивит, и, может быть, завтра опять-таки в студии Эхо будет сидеть такой жесткий антипутинский Красовский, который будет говорить, что, типа, не знаю, что убивать, опять же, всех. Естественно, ну, опять-таки, это никого не, никого не делает хуже, чем они были, просто, как бы, в дискуссиях, да, причем в дискуссиях таких сегодня Конституционный суд, ну, мы не раз на эту тему говорили, да, с вами, что для нынешней российской власти есть какой-то отдельный, может быть, периферийный, но важный страх, чтобы никто не мстил НКВДистам даже 70 лет спустя, да, и, соответственно, вот с какого-то момента засекречивают имена палачей, имена членов троек и так далее, и так далее, и вот Конституционный суд сегодня подтвердил, что засекречивать имена палачей законно. И в комментах мне показали википедию, оказывается, у Нины Ургант, папа был, как бы, эстонец, причем, что характерно, я не знал об этом, папа был какой-то статусный НКВДшник тоже. Ну, вот, опять же, интересный стрих портрету к тому, что вот мы говорим про стандартный типаж какой-то хорошей советско-постсоветской семьи, где обязательно в исходной точке какой-то, значит, человек, ну, вот, либо с голубым околышем, либо даже старый революционер, имеем это в виду, обращаем на это внимание. Значит, что еще, что еще, что еще? Ну, да, Тихонов Хасис, интересная история, также, вот, опять же, немножко рифмуется с историей про засекречивание НКВДшных имен в том смысле, что мы, да, уже поняли, давно с этим живем, что вот эта группировка Борн, она там так или иначе была создана при участии власти, наверное, не имелось в виду, что эти люди начнут убивать, но когда они начали немножко власть, значит, их прикрывало, потом, собственно, решило сдать, благодаря тому, что следователь Краснов их, соответственно, поймал, разоблачил. Вот, и сегодня стало известно подготовки, как это правильно назвать, пересмотра приговора, то есть, есть какой-то, хоть и минимальный шанс, тем не менее, на то, что Никиту Тихонова и Евгению Хасис отпустят, можно ли это интерпретировать так, что Кремль спустя даже 20 лет, не там 10, правда, лет не бросает своих, может быть и можно, посмотрим, интересно, также мы, не знаю, шлем или не шлем, привет известному журналисту Дмитрию Стешину, тому самому свидетелю, который иногда хуже подозреваемого, вот по этому делу, но я думаю, также тут всем будет, когда, или если их выпустят, всем будет, о чем поговорить, также стоит помнить Илью Горячего, формального, духовного лидера движения Борн, опять же, очкарик, задрот, комрад, странная очень среда, там и Никита Тихонов к этому относится, я сам до сих пор не понимаю, что это вообще было, как бы, насколько это связано, просто вот мы с Максимом Каноненко в 2006, наверное, году пришли в газету «Реакция» на место ушедшей части команды, и вот этой частью команды был и Никита Тихонов, и Илья Горячев, мы не пересеклись, но в какой-то момент я даже имел дискуссию с коллективом этим, онлайн, не лично, не виделись никогда, на тему того, что в портфеле редакционном остались какие-то их тексты, напечатывали их, будут ли гонорары, ну, как бы, вот, соответственно, такое мое соприкосновение, опять же, с Борном, да, ну, и, собственно, не знаю, поделиться сегодня хотел бытовой историей, причем, привет нашему другу Глебу Кузнецову, да, который, такой, один из основателей густапсового чата, наш эстонский друг, он недавно посетовал, что вот, когда я жил в Женеве, у меня был гораздо более буржуазный инстаграм, а теперь какая-то там, не знаю, грязь, слякоть, и самое частое культурное развлечение, это поход в супермаркет, специально для Глеба хочу рассказать, как я пошел в супермаркет сегодня, тут надо объяснить, что у меня районный супермаркет, он как бы в овраге стоит, то есть вот с улицы туда заходишь на второй этаж и спускаешься там по лестнице на лифте, вот, либо можно по лестнице спуститься на паркинг, который тоже в этом овраге, и значит, вот я подхожу к дверям супермаркета, они не открываются автоматически, я думаю, что такое там, 3 часа дня, вот, закрыто, думаю, может быть, двери сломались, спущусь-ка через парковку, спускаюсь, парковка совершенно пустая, уже сумерки начинаются, думаю, ну, мало ли пустая, может быть, покупателей нет, значит, и двери закрыты, свет внутри горит, думаю, черт его знает, вот тут меня посетило чувство тревоги, да, супермаркет, это такой, ну, элемент прям вот буквально повседневной стабильности, там, пошел за сигаретами, да, еще за чем-то, вот, а тут бабах, он закрыт, никакой записки, там, типа, мы там на санитарном дне, или еще что-нибудь, ну, вот, непонятно, и, наверное, это детская же что-то, да, сказка про Калли, один на белом свете, а вдруг, действительно, лонгольеры даже, а вдруг я выпал в какое-то другое измерение, вот, не занило мыть те через там часик, да, а вдруг там, и приду в школе тоже никого нет, и реально вот уже темнеет, пустая парковка, закрытый супермаркет в рабочее время, и мне реально прям стало немножко страшно, и я, значит, иду уже по дорожке, по которой машины на парковку заезжают, а там стоит тетка в форме, я говорю, а что такое, он говорит, а у нас там типа утечка газа, вот там ждем специалистов, чтобы они ее ремонтировали, а, ну ладно, и, собственно, тревога прошла, вот, и еще, вот я не знаю, насколько это, я не люблю это блюдо, я не знал, что он называется, пиг ин бланкет, да, сосиска завернутая в бекон, и, соответственно, сегодня просто заказывал себе днем, бургер в неизвестной мне бургерной, то есть подумал поэкспериментировать, там рождественские бургеры, и, соответственно, вот выдали мне бургер, посвященный Рождеству, с хреном, и сверху приколотый пиг ин бланкет, и, соответственно, вот я его съел, все, потом встречаю Нила из школы, и он говорит, типа, сегодня так вкусно кормили, по случаю, там, того, что День святоров, сегодня был День святоров новогодних, значит, был праздничный обед, что такое, он говорит так радостно, значит, цветная капуста, горох и кукуруза, и я вспомнил, как нас кормили гороховым пюре в детском саду, и я плакал, и меня спрашивалось, что ты плачешь, я говорил, хочу хорошо кушать, имея в виду, что хочу кушать что-то вкусное, а она говорила, так кто тебе мешает, есть гороховое пюре, вот, ну и, собственно, вот в порядке деликатеса они удавали как раз пиг ин бланкет, и сегодня мы одновременно оба узнали, что это блюдо так называется, вот бывают такие совпадения, да, ну это ладно, совсем лириком, на этой ноте я создаю кнопку с долларом специально для вас в телеграм-канале кашенгуру, одно слово с маленькой буквы, вчера мы снова собрали ноль евро, это, конечно, грустно, но, наверное, наверное, надо мне как-то более, может быть, бодро говорить, может быть, как-то более вовлекающе, что ли, но, в общем, кнопка с долларом в телеграм-канале есть, также есть кнопка с долларом здесь, вот, в суперчате нашем, и теперь есть здесь суперстикер, можете их тоже нажимать, помимо денежной суммы, там еще прилагается какой-то стикер, нажимайте лайки, пока их всего 149, и это мало, хотя, хотя бы 100 преодолели, и, соответственно, начинаю разговор с чатом, и первый наш комментатор, не Станислав Бышок, как можно было подумать, а архитектурное излишество, которое говорит, не забываем подписываться на канал, поддерживать лайком, вы знаете, Павел, а почему вы сегодня утром, если вы сейчас за пультом сидите, почему вы сегодня утром не написали мне смс-ку, что желаете мне доброго утра, может быть, поэтому я сегодня испытывал тревогу, Виктор Сиетов нас приветствует, и Брух приветствует нас, он говорит всем привет, всем привет, всем привет, сегодня мне рассказали, да, что скажут грушники, когда приедут травить Олега Кашина новичком, они скажут привет от Артема Артемова из Электросталина, Виктор Сиетов, все корабли куда-то уплыли, бульвар Приморский, вечерами голый, зато не помещаются нули, на ценниках бутылок с пепси-колой, отлично сказано, Виктор, 400 рублей, а от Константина, Олег, а Павел Лобков придет к вам на стрим, если позовете, я думаю придет, я думаю придет, надо выбрать момент, надо выбрать день, у меня сейчас есть в работе какой-то набор гостей, ближайших, в смысле уже выбираем дату и время, но Павла имеем в виду всегда, какого хэ говорит Марат, у канала архитектурное излишество, нет сюжета про вятские бани, они что на Кремле работают, а я задумался Марат, а в вятке есть вятский Кремль, а если нет, то почему, куда он делся, здравствуйте, так же говорит Марат, и Максимум Йоба говорит, всем привет, интересная беседа, Лиза Спронченко была, обязательно надо Зинаиду еще звать, на стрим, я думаю позовем Зинаиду, тем более с тех пор, как она была у нас первый раз, она тот самый гость, с которым мы дважды стримили, потому что первый раз стрим не записался, я планировал хотя бы в записи его организовать, но вообще все было ужасно и чудовищно, поэтому она благородно пришла на следующий день второй раз, а теперь я думаю будет уже фу-ть-фу-ть-фу, бодро и весело, позовем, слышно ли меня, говорит РУСГ, и я говорю вас, РУСГ, не слышно, Станислав Бышок говорит, что приветствует Олега Владимировича, и всех крипто-колониальных англичанец, сначала создали СССР, а потом развалили, ну что же народ у них такой непостоянный, ну при королях разных это было, а каждая метла метет, как вы знаете, по своему Снеслав, здравствуйте, еще раз приветствуем Снеслава Бышка, Бузатер онлайн, рэпер, назвавший Путина лохом, история Мургенштерна, новый ролик на канале Ильи Яшина, приглашаю всех, ненавязчиво его посмотреть и оценить, вас ОВ в том числе, вы знаете, Бузатер, спасибо огромное, я не сомневаюсь, что ролик захватывающий и интересный, но я позволю себе проигнорировать его, да, Василий Федоров спрашивает, Олег, неужели вы отказались от стрима со Славой и Маргиналом, да, отказался абсолютно сознательно, вчера вам объяснял, что если ты как бы хочешь сделать стрим со Славой, да, то стрим у третьего какого-то ведущего, где вы двое гостей, может быть не двое, может там еще будет кто-то, да, это портит идею, поэтому я совершенно осознанно и правильно, как я полагаю, отказался от этого стрима, вчера на меня Слава подписался в Инстаграме и даже лайкнул, Марат говорит, что Марат, в смысле он, да, я, ну, в смысле Марат, да, обосрался. Дмитрий, Олег, а люди, мы в Восточной Европе, трудно снять жилье в Лондоне? Ну, я думаю, снять жилье, там, это одна из наиболее простых процедур, то есть, приходишь в агентство и снимаешь, а если не приходишь в агентство, то, там, на столбах висят объявления, в том числе на русском, или украинском, или польском языке, типа, раздается комната, очень хорошая, окна, типа, какую-нибудь яму, вот, в подвале, допустим, да, нет, все нормально, если в Милочной Европе. Лисенок Алиса нас приветствует, и Марат говорит, выходи, Кашен, или мы тут тебе весь канал разломаем, а, за, 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 за. 91-й год, 91-й год, ровно 30 лет назад, удивительное дело, такой вот уже предпоследний, наверное, всплеск детства перед пубертатом, перед тинейджерством. Дискотека у нас была в классе 25-го числа, я принес кассету Газманова, которая имела успех, и кто-то, у кого были какие-то другие планы, условно говоря, МС Хаммер, ворчали, были недовольны, но мы все плясали, ели там какой-то пирог, было очень душевно, хорошо. Дэн-дэн-дэн, у меня сегодня рождение, да, я уже поздравил Александра Тернавского, да, спасибо большое, Сибиряк стер какой-то комментарий, мне кажется, он был даже хороший, я визуально его помню, но не помню, о чем он был. 91-й год, лучший год в истории СССР, 91-й, вот я писал вчера по смежному поводу, 91-й объективно был мрачный, зайдите на сайт журнала Крока Уно, архив журнала Крокодил, полистайте номера с 91-й год, то есть, там, подряд, да, просто нету других тем, голод, кровь, бандитизм, там, при предвкушении развала союза, в смысле разделения на республики, вообще, вот, 91-й год, он, как бы, ну, любой эпизод 91-го года, он такой кошмарный, да, депрессивный, лучший год, наверное, да, скажем, 89-й, когда еще вот наступающий ад не настолько очевиден, а свободы уже достаточно, чтобы ей дышать, и да, повторю эту мысль, потому что, собственно, что, о чем я вчера писал, да, вот, очередной рандомный пост какого-то, вернее, ну, как какого-то, второстепенного, но важного советского литературного деятеля, пост советского и нынешнего, тоже отчасти историка литературы Сергея Щупрынина, да, вот, как я помню, в феврале 91-го года мы идем с Григорьевичем Баклановым по Парижу, это стандартная история для всей высшей лиги советской интеллигенции в 91-м году, когда мы, там, не знаю, вот я вешал фотографию талонов калининградских, да, там, типа, килограмм мяса в месяц, да, там, мы где-то в условиях голода, мрака и ада как-то существуем, а уже границы по факту открыты, да, и более того, каких-то любых, да, от рок-музыкантов и художников до буквально, там, политиков, депутатов, да, гостей из Советского Союза ждутся с простертыми в любой западной стране. И, соответственно, вот все, как бы, прорабы перестройки весь 91-й год провели где-то, вот, буквально там, я помню, в 600 секундах, вот, буквально тогда Невзоров говорит, вот, я один выпуск, там, запомнил, там, примерно дословно, да, что официальной хроники на этой неделе не будет, Собчак в Англии, его зам Щелканов, там, типа, в Париже, его зам, там, не знаю, Ярин, там, или кто-то еще, короче, перечисляет все в отъезде где-то, да, реально прикольно, вот, то, что было недоступно и то, что было высшим образцом, как бы, да, высшим идеалом советского потребления, да, поехать на Запад, там, не знаю, погулять два дня в Лондоне, да, и, соответственно, вот, он с лекциями в США, и он остается в США, да, буквально, вот, типа, и карьера его на этом кончается, потом его еле-еле Гордон берет на работу наш знаменитый, или Евтушенко тот же самый, но на самом деле, вот, как сказать, можно сказать, самые глупые, самые трусливые интеллигенты осели на Западе сразу же, да, а более какие-то ответственные пытались, ну, вот, как я рассказывал, также про самых глупых, да, что вот телевизионные ведущие, да, которых запрещали при Горбачевской реакции, да, вначале, после Литвы, там, Гурнов, Ростов, Киселев, как раз Дмитрий, вот, они после августа, вот, к их ногам упало, как бы, все, и вот, там, мечта сбывается, и Гурнов уезжает в Англию, корреспондентом, Ростов в Америку, и там, в итоге, и пропадает, да, и так далее, и так далее, и вот вопрос, а самые умные или самые глупые уезжали в 91-м году? Нет ответа, на самом деле, может быть, с учетом того, что сам я ныне вот такой отчасти, по крайней мере, отъезжант. Выходите, сир, говорит Марат, или вы зассали, слышно, говорит Максим Йоба, видно, говорит Марат, лисенок Алиса, сы-сы-сы, сибиряк, для тебя лучший, добрый вечер, говорит Павел Сологуб, Дмитрий Пуртов, добрый вечер, Владимир Ильич, прекрасно выглядите, как будто и не в Лондоне, свитер огонь. Вы знаете, Дмитрий Пуртов, сегодня сразу двое Густапсовых, не сговариваясь, купили свитера нашей с вами любимой монгольской, лучшей монгольской марки Гоби, я их поздравляю, всем желаю. Как говорится, Барашкин, Песнерыв, ну погоди, были там, все услышали, там-то косил Ясь Канюшину, да, именно Беловежскую пущу, вот я услышал, по-моему, в начале в кавере КВН, а потом в программе Парфенова. Ну, не было интернета, понятно, и там два телеканала, и вот какие-то вещи, да, вот там, я помню, у меня дедушка напевал песню «Все бендюжники вставали», когда в пивно он входил, я был уверен, что старая блатная песня, о том, что эту песню пел Марк Бернес в фильме «Два бойца», культа на фильме «Военных времен», я узнал как бы сильно позже. О том, что московское метро носило имя Кагановича, то, что сейчас вот одним кликом ты узнаешь из Википедии, да, я опять же случайно узнал из какого-то разговора, меня отшокировало, потому что метро имени Ленина всегда метро имени Ленина, ну, в таком духе, то есть немножко по-другому тогда информация поступала к людям там. Ну, я вот все мечтаю как бы однажды создать файл в заметках и вспоминаю такие вещи, создать какой-то там, не знаю, личный опыт, там вот проникновение каких-то общеизвестных вещей в меня через какие-то вторые руки, то есть, допустим, вот стихотворение, это было у моря, где ажурная пена, где встречается редко городской экипаж, я впервые прочитал в книге Василенко «Жизнь и приключения Заморыша», которую, как бы, наверное, у меня главная детская советская книга, все мои рекомендую, если у вас есть такое желание. Добрый вечер, Леонид Владимирович, Андрей Гудфрид, Гудфрид, да, кладный вопрос дня, откуда у Марии Шукшиной, 235 тысяч подписчиков в Телеграм-канале? Ну, странно, что не миллион, да, потому что, ну, из ниоткуда образовались буквально полноценные народные лидеры. Людей, придерживающихся таких же взглядов, как у Марии Шукшиной, много, они идут за ней, и, соответственно, такие дела. В любой ситуации Денис Русаков говорит, что он местный житель, да, речь идет о ролике Ридовки про местного жителя из Петербурга, который снимал драку, а когда какие-то кавказцы ему кричали «выключи телефон», он говорил «я местный житель, меня трогать нельзя, сядешь на 10 лет». Алды здесь, говорит Данил Попов, «Добрый вечер, Владимир Владимирович, здравствуйте, Данил». Марат, ставьте лайки скорее, друзья, возможно, этот гражданин наговорит сейчас достаточно, чтобы вам не закателось жмякнуть пенис вверх, спешите. Слушайте, да, 20 лайков, до 200 не хватает, это неприемлемо. Сергей Маслов, да, Марат, спасибо, русский вперед, интернациональный социал-демократический, до свидания. Да, Фокс Руслан, Кридовка, ваша ППЦ, Глазов привык носить на работе оружия. Какое в СВР-оружие? Что за дурачок там это сочиняет? Я не знаю, какое в СВР-оружие, но, как говорится, ну, Паша, овое, как перестать ловить календжуху с телек Холмогорова? Эстетика вроде вся такая ультраконсервативная, монархическая, а плом такой же надменный и совковый по формуле. Ну, не знаю, не худшее все-таки, что есть, что называется, в мире пропаганды. Нет? И снова темно, говорит, меняю сральник, взял гуфру для подвода к канализации, оказалась британская. Пожелайте, хорошо сделайте, чтобы эта криптометропольная труба говна поела и не подавилась. Да, пожелаем этой трубе поесть говна и не подавиться. По мотивам, дядя у друга мусор вымогал 30 тысяч за подставной алкотес, как итог, еще один русский вспомнил еврейские корни и решил уезжать после университета. Кто последний свалит, закройте дверь. Ну да, ну да, но, как говорится, а что здесь останутся, останутся менты. Денис Русаков читает автобиографию Ганди, он там советует начинать изучать санскрит уже в школьные годы, не ждать. Ганди Гитлера братом называл. Платон Львин, говорит, Олежек, ты супер, спасибо, Платон, вам тоже привет. Катфуфуд, МК выходил СНГ с Новым годом, а в комсомольской правде я проснулся, здрасте, нет советской власти. Алексей Игоревич, русский привет, привет, Алексей Игоревич. Александр Раздольев, в Москве идет снег, в середине близится век, красивый джемпер у тебя, дядя. Олег, спасибо, Александр Раздольев за ваши стихи и за тепло вашей души. Орион Ру, ОВ, как оцениваете шаги нашего лидера, сбивающегося подписания Мюнхенского соглашения? Насколько они будут успешны? Ну, надеемся, что будут, надеемся, что как это будет, агрессор, агрессор будет удовлетворен. То есть, как раз, если не получилось тогда, то почему, в смысле, если тогда привело к войне, то кто-то к мировой, кто сказал, что сейчас будет то же самое. Путин не Гитлер. Путин лучше Гитлера, давайте иметь это в виду. Надеюсь, нас не слышит Владимир Сианихин, который меня за такие вещи постоянно порицает. Алексей Игоревич, провожу параллели между военным стилем с сапогами и военной формой на всю жизнь Михаила Шемякина и тягой к этому же стилю Лимонова. Заметное интервью, почему так? Эмигранты, богема, ну, Лимонов объяснял про шинель свою в Великой Эпохе, в том числе. А Шемякин, не знаю, кто у него папа, тоже военный, да, в смысле, там, не знаю, НКВДист. Саюри, развалил союз Ельцин, а не Горбачев. Именно, именно, именно. Вероника для ТВ, Олег, неужели хлопотливая тетенька не замедлили по каким-то причинам не стал комментировать ваш диалог с татарами? Может, согласен с вами, но сказать его это не может. Я надеюсь, его уже одернули его покровители, правда, Владимир Рудольфович? Одернули, хочется покритиковать Олега, а нельзя, обидно. Алексей Игоревич, а чего это тяга к сапогу майора? Ну, носить сапог майора это такое стыдное удовольствие. Можно понять тех людей, которые хотят носить сапог майора. Привет из электростали от Артема Артемова. Здравствуйте, Артем Артемов. Как я понимаю, возвращая СССР, Путин в какой-то степени перечеркивает демократический флер и заслуги Ельцина и Собщика, вспоминается кино «Свидетели Путина». Но надо отдать должное, Путин делает это крайне деликатно по отношению к ним обоим, конкретно к ним обоим. А так, да, конечно, но СССР он не возвращает. И вот этот лобовой посыл ресаветизации, который идет у Манского, это как раз самое слабое место фильма «Свидетели Путина». Я вас отсылаю к своей рецензии на фильм «Свидетели Путина». Рецензия удачная. Марат говорит, Гордон, ваш любимый сегодня на Эхе Москвы, сказал, что фильм монтирует, где есть и Горбачев. То есть Гордон взял у Горбачева интервью, Акашин взял пыток «Мышпеток мешаловок». «Вы мышей не ловите, сир». Да, разумеется, но также могу сказать, что Горбачев, будучи окруженным, вот опять же, приставленными к нему людьми, типа там, не знаю, Муратова или того же самого Венедиктова, но, наверное, отчасти находится, ну, не то что в плену, но, что называется, вдали от нас сегодня. «Сибир-Эс», нажимайте лайки, нажимайте лайки, друзья, да, «Фокс Русланд» и «Да, всех русских с наступающим, остальным соболезнуем». «Срал я на Советский Союз и ссал», говорит Марат, «живем отдельно от друзей, кашу едим с маслом, а они член без соли, развалившим совок мой чмок». Да-да-да. «Сайюри», так Казахстан самым последним вышел из Союза, но самого последнего, да, вот, одна республика не была. Самыми последними вышли, не знаю кто, Алма-Атинское соглашение гостяк этот мусульманский, скажем так. «Хе, — говорит Марат, — хе, — говорит Марат, — хе, — говорит Марат, — да, Амир Корягин, говорит, с дочкиного аккаунта вопрос про мудозвонный и татар написал. «Ничего, да, мир, мы поймем и оценим. Ридовка хорошая, говорит Сибиряк, не надо на ней русофобить». Да, разумеется, кто допускает какие-то ошибки, тот живой человек, естественно. Кто не допускает, тот рептилоид. Два евро от Дмитрия Якулева, «Спасибо, Дмитрий, Никита Кривошейн, русские вперед, ельцинские назад». Ельцинские вон отсюда вообще. «Марат Кашин, почему вы смеетесь, когда говорите? В серьезное время живем и не время смеяться, вам нельзя нам насрать». Да, Марат, Марат, Иван Ильин, Миткова очаровательна, она могла работать во время перелома на кого угодно. В сухом остатке всегда выходило и сейчас тоже, что это лубянские мудрецы или гусинские работали на нее. Вы знаете, Иван Ильин, здрасте, во-первых. Во-вторых, вот я еще подумал про Пархома. Вот я говорил уже, по-моему, что набор, да, вот журналистов вот того поколения, да, и Альбас, та же самая, и много кто еще, которые там с конца 80-х начали работать в Москве, живя, будучи советскими людьми, на западную прессу, ездить за границу. Вот представить себе, что эта среда не была инфлютрована буквально тогдашней госбезопасностью просто невозможно. И вполне может быть, ну как там, не знаю, Альбас Конторская, Пархоменко Конторский. А кому еще быть Конторским из того поколения? Кому? Олег Нефедов из сегодняшних Антонимов в гостях Сергея Трофимова поплыл. Красовский Россия для русских Трофим. Нет, Россия для граждан... Это певец Трофим, но он какой-то же такой, опять же, Игорь Растереев 90-х годов, скажем так. Марат 29 рублей. Марат Кисланом какую-то желтую жопу. Спасибо, Марат, за вашу желтую жопу. Какой положняк по Циану? По странному совпадению, Циан как-то вышел на IPO за границей именно в эти дни. Нет ли здесь какого-то такого смыслового соединения, господин Букмарк? Фокс Руслан? Той, ну блин, ребенок плачет за дверь и его пытает. Откуда это вообще? Ну, кончилось, понятно, ничем. О чем речь не знаю, но поддерживаю. Максимум, еба-чучмены, как говорит мой батя. Это да, это да, истфакт, занимательная история. Олег Владимирович, зачем они делали этот цирк с референдумом? Каким именно? 17 марта, если вот тот самый союзный, ну, очевидно, это была потребность Горбачева в дополнительном кредите доверия, и он формально его получил, и он ему не помог. Ха-ха, говорит Марат, какая дичь, и присылает нам суперстикер с какахой 19 рублей. В 19 рублей Марат оценивает кусок говна, и мы говорим Марату спасибо. Shit up and take my money, говорит Марат. Марат, Марат, татары успокоились, овэ. Татары не успокоятся, пока по земле ходит хотя бы один татарин, например, Марат. Ну и слава богу, слава богу, Марат шлет нам что-то фаллическое, похожее на, уж не знаю что, 29 рублей, до хе-хе-хе знатно прикололо выключить, может быть, суперстикеры, а то они отвлекают. Уведомления не приходят, говорит Сердубский, и мы ему сочувствуем. Майк Шахман, абсолютный наивняк и сказка, что совок мог хоть как-то сохраниться с того момента, когда вся эта свора коммуняк начала терять власть, СССР был обречен. Ну вот это на уровне буквально какого-то лая доброй, наверное, но все же собаки, существа меньшего, как бы, такого же называется, когнитивного интеллекта, нежели человек, при всем уважении. Вот на уровне лая, типа, совок не мог сохраниться, или гайдар не мог действовать иначе, что-то такое. Мы это проходили уже миллион раз, но про это уже неинтересно говорить. Если вы считаете, да, что совок не мог сохраниться, доказывайте, формулируйте, а так вот, я Майк Шахман, блядь, я пришел и распедалил по красоте, не распедалил, повторяете какую-то, опять же, пропагандистскую, абсолютно пустую, ничего не значащую шелуху из 90-х годов. Понимаете? Артемий Сревецкий, чему же тогда радуется Глеб Морев, говорящий, что 91-й год это апоге счастья, но, наверное, в 91-м году ему было приятнее всего изучать, ретро трудов сотого века, Мегахрю, говорит, нет, другой, Иван Кабан. 88 лайков, ребята, говорит Марат, 279 рублей от Павла Сологуба, Кирилл Иванов, Олег, ваш любимый фильм или интервью Дудя, конечно, последние пропытки, всегда любимый фильм, последний. Олег, что по поводу Хасис и Тихонова можете сказать? Нет, ну, Тихонов убил, да, Хасис, ну, по крайней мере, соучаствовал, но я с ней просто переписывался и, наверное, уже в тюрьме, в смысле, она была в тюрьме, и поэтому отношусь как-то более по-человечески, ну, как бы, сомнений нет, что осуждены реальные, как бы, убийцы. Надежда Горбач, ошибка про конторские, не конторские, конторы, как КПСС, как карьерный рост на время считывать перестали даже на ворота с конторой, многие лишились постов или с радостью сами пошли в бизнес. Надежда Горбач, ну, вот мы разделяем КПСС и контору, и ни то, ни другое не стало, как бы, гробовой доской ни для кого, все-таки, может быть, для топов, что называется, самых несчастных, типа Егоря Кузьмича Лягачева, да, а так нет, прежде всего, помимо прочего, это нетворкинг, да, то есть, извините, если там вы в 79-м году все вместе собирались, там, не знаю, в том числе, включая там, ну, в одной аудитории Краснознаменного института, вы сидели вместе с Игорем Ивановичем Сечиным, наверное, в наше время, да, вот в 2021 году вам будет проще себя найти, найти там и место в обществе престижное и богатое, да, кстати, Леонтьев, ну, тоже давайте запишем его в Конторский, ну, почему нет? Алексей Андреев, обещали не расширять НАТО, но обещали не Россию, а Советскому Союзу, его теперь нет, и обещания недействительны, но Россия правоприемник Советского Союза, если вы имеете в виду такую, опять же, тупую букву закона международного права, но так-то да, так-то да, конечно, незыблемость европейских границ по Хельсинскому соглашению, естественно, просрана, еще печальнее, чем права человека, Фокс Русланд, подучил меня Питер Вайль, чтобы я кричал Зик Хайль, 3,99 центов доллара от юзера мимо станции и стикер с лисичкой, спасибо большое, Фокс Русланд говорит, что колонка про Лизарова огонь, это правда, наверное, лучшая моя колонка соловей души русской, Иван Ильин, скорее бы в Москву освободили и вернулись дешевые Найк-шмотки, первый признак первого мира, дешевые вещи глобальных марок, дорогой Найк, первый признак колонии, Иван Ильин, но все-таки Найки, думаю, в Москве по стандартным ценам человеческим, в смысле, ну, как бы, нет, я не знаю, в смысле чего-то, Петр Вайлер работал у Довлатова в газете, а больше негде, а, нет, ну, собственно, да, извините, ну, логично, да, дядя Богдан, там у Трофимова очень базовый интервью с Красовским, говорит, белый человек построил все самое лучшее на планете, а сейчас его замещают, ну, как говорится, как говорится, кул туру, каков был бы Советский Союз, состоящий из РФ и Азиатских Республик, Азиатчина же победила уже к концу века, не тебе эротики по ТВ, не группы блестящие, да мы не знаем, на самом деле, ну, еще раз скажу, если бы он даже распался в 92-м году, там, типа, в январе, это было бы уже другое, Дмитрия Яковлева дед пидорасом обозвал, бля, не, не мог обозвать Дмитрия Яковлева, все пидорасы, кроме Дмитрия Яковлева, какая программная вступительная речь сегодня, sophisticated mind, спасибо большое, дорогой sophisticated mind, 214 лайков, да, Марат, звонит Дмитрию Анатольевичу, и он прав, мы радуемся развалу Союза, ну, отчасти да, отчасти нет, то есть, конечно, мы опечальны тем, что исконно русские земли, вплоть до Одессы, да, они оказались, к сожалению, за границей, и Россия, была карикатурой журнала, там, не помню, условно говоря, журнала Beach 17-го года, что, значит, Россия стоит такая несчастная, в говне в каком-то вымазанной, говорят, я не мытая, да, но у меня отобрали все моря, и мне негде помыться, 18-го, наверное, года, конечно, в общем, когда еще большевики не запретили, но уже черноморские и балтийские порты были не в России, а где найти колонку про Лизарева, Павел Крымский, о, это знаете, как платформа, 9,75, Сибиряк говорит, что Зарубин не гей, 99 рублей от Фокса Русланда и Черный Кот, Павел Сологуб, о, а помните такого типа Мартин Шакум, кто где и куда, чтобы власть желать за ум, нужен президент Шакум, не в том загадка, что он выдвигался в президента, а в том загадка, что после этого он много лет был каким-то статусным депутатом Госдумы от Единой России, какой-то, видимо, праздничный человек, Мартин Люцианович Шакум, не знаю, кто это такой, что-то очень загадочное и что-то очень сочетание, да, подзалупности и дипстейтности, вот бывает, и такое оказывается. 100 рублей от польской промышленности, салам, дед, спасибо. Скажи, пожалуйста, что он делает, чтобы вырастить такую классную бороду, как у тебя? Спасибо, ПиЭс, Миша Козырев, претенциозный письколюб. Ой, а мне как раз моя борода не нравится, она мне кажется недостаточно, что называется, окладистой. Не знаю, Марат говорит, польская промышленность, плюс, 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 чтобы о Фокс Руслан говорит, чтобы вылазить за ум, нужен президент Шакум. Мысли у нас с Фоксом сходятся. Сайюри, может и хорошо, что союза не стало, потому что некоторые республики существовали за счет других, были паразитами. А теперь у нас есть Северо-Кавказский федеральный округ. КК-певец Сергей Трофимов назвал себя русским националистом. Молодец, Артемист Лецкий. Что все накинулись на Дуню у Собчака, на буквально холоп на приеме у наследника, наследницы престола. Это само собой, это само собой. Но еще раз, мы никого не осуждаем, естественно, и если бы человечество, или там наше общество состояло из, знаете, таких бескомпромиссных людей, условно говоря, как Илья Яшин, я думаю, мир был бы уродлив. Не в смысле визуально бы Илья Яшин чем-то нехороший, да, просто, ну что называется, это был бы черно-белый и мрачный мир пятиэтажек и прямых дорог и каналов вместо рек. Сегодня Нуланд выдала новый первый, Украина больше хочет быть похожей на Париж или Берлин, чем на Екатеринбург или Свердловск. Ну хорошо, она, наверное, права, и мы никого за это не осуждаем. Марат, 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 дед при Путине, говорит, Марат все они не настоящие, как Рущев при Сталине, кем он был, таким вот Кириенко. Зато потом, ох, ах, надо ждать, чтобы понять ху и с ху, а пока они играют по правилам патрона. Лицидея, также постоянно это говорю, только, вы знаете, звал Яшину, могли и напиздеть, милорд Марат, я такой, я такой, но нет, Яшин не звал меня никуда точно, Яшин меня звал на суд, когда Ловицкий, он побил Ловицкого и правильно сделал из сайта «Единая Россия», помните, такой был автор, колонок типа «Кашин будет наказан». И я давал показания в суде, как свидетель защиты Яшина, значит, по гражданскому обвинению, ну, там, символически побил, что Ловицкий, да, это опасный, значит, говноед. Вылизывать зал Яшины это аллюзия, цитата на полемику губернатора Титова, Самарского и Черномырдина при утверждении Черномырдина, при провальном утверждении Черномырдина, премьером в 98 году. Самому импозантному вашему хейтеру вы всегда говорите неправду, говорит Марат, да. Искандер Гуревич, ой, вы же с Симс Моревым сами расшифровали, да, вчера своими руками, вот этими девятью пальцами, когда такое было, сегодня стрим огненный и вчера был огненный, если бы стримы огненные, не огненные, но приносили бы деньги, на которые можно было бы жить, о, как бы я стримил и сколько бы я стримил, но увы, но увы, никто не нажимает кнопку с долларом, болгинская осень, зима, весна, лето, никто не нажимает кнопку с долларом, глубокому, 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 к сожалению, но хотя бы зовите своих родных и близких, чтобы они подписывались на канал, чтобы у нас стало сколько там подписчиков. 19 тысяч, да? Прилепин увел Лимонова с площади революции. Ну, тем более, Марат говорит, Марат, ребята, нужны каши на ваши деньги, но вы не посылайте ему, а жмите кнопку с долларом, поддержите гениального так. Для нас всех так. Я просто немножко запнулся, потому что давно, откровенно говоря, не делили мы добычу эту скудную с Александром, надо этим заняться. Тимур Меляков, Олег, вы меня пидорасом назвали. Слушайте, напомните, в каком контексте я говорил при пидорасов. Почему все обиделись? Я никого лично не хотел обидеть. Конечно же, извините. Олег Гранич, фотограф Фельдман в своем твите про авиасейлс, пишет, мои маленькие друзья, это можно считать культурной аппроприацией, как они это называют? Уж приветствуйте Сака. Я думаю, что Сергей, что Евгений Фельдман просто тупой мудак. Эльхен не поддерживает эйк, где революционно пригодился русским, может быть, британским лордом, эмиратским шейхом, швейцарским банкиром, к тему кем угодно. Эльхен, не знаю, не имею четкой позиции на этот счет, но еще раз скажу, я не представляю себя вот в папахе гвардейца этого. Кирилл Масалов говорит, спасибо. Константин Спиранский или Мирон Федоров? Константин Спиранский. Что общего между Парховенко и Соловьевым? Обоих, судя по всему, кто подрядил вас хвалить тогда покушение Болотко соответственно, потому что у них даже один куратор. Там они вообще очень похожи и по типажу, и по биографиям отчасти, и по темпераменту, и по внешности, и по всему. Уже есть антипутинский-красовский, те его имени Евгений Панасенков. Ну, я рассказывал, да, что помимо того, что вот да, он регулярно писал в коммерсантских журналах каждый год в разном журнале по очереди одну и ту же статью, что Кутузов был мудак. А потом я его увидел впервые на каких-то ток-шоу начала десятых или конца нулевых, когда вот он изображал либерала в телеке, типа, такой, значит, похожий на гея человек в ярком костюме, который говорит там, вы быдло, вас надо убивать, мы либералы так всегда считаем. Тогда это было еще в новинку, тогда не было ни Майкл Абома, ни, собственно, вот нынешней индустрии ток-шоу. Тогда слава, позовем, позовем. Историю с внезапной русофобией Цимбалюка почему-то начал форсировать протяжа Соловьева Шарий. Почему-то ха-ха. Николай Палкин, Олег, защитите Балабанова от лазерсон. В интервью с Пронщенко она увлекнула мастера в рекламе. Война, сценка, где девушка предлагает чай к бар. Лиза не просекла, чтобы слово это слово резли товарищей. Его товарищей Смеш, но сука дедуля Марат, я обоссался на арьере. Представьте, если Борновского душегуба не только отпустят, но и возьмут на радио КП передачу вести. Все можно представить в реальности, в жизни. Ну, как говорится, как говорится, дорогой культурук, в чем ваш вопрос ко мне, ваша претензия ко мне. Вертокрыл. Здравствуйте, Олег Владимирович, как вы думаете, имели Горбачеву возможно силой отстранить Ельцина и у людей от власти в ноябре 91-го года? Ну, думаю, нет. То есть, наверное, у него были какие-нибудь верные ФСОшники, которые могли это сделать, но представьте, типа, Горбачев арестовал Ельцина в ноябре 91-го года. Что началось тогда? Улетел чат на этой ноте. Улетел чат на этой ноте. Ой, совсем улетел чат на этой ноте. Да, да, да. Ну, арат Олега Кашина. Все было неспокойно, пока не пришел полицейский. Вы знаете, вчера еду на метро, подъезжаю к своей станции, уже стою у двери и понимаю, что слева от двери стоит полицейский в форме и справа от двери стоит полицейский в форме, а я в серединке. И понимая, что, как бы, это не за мной, я почему-то очень напряженный был. Я думаю, они это почувствовали. И, может быть, как бы, если бы я был еще чуть-чуть нервнее, или если бы мы проехали еще там полминуты, они бы у меня, по-моему, документы бы спросили. Гороховое пюре охуенчик. Знаешь, Сергей Маслов, особенно, когда вот горка из горохового пюре, ты в ней выкапываешь ложкой яму и наливаешь туда чай. И это вообще делается омерзительно. Я рассказывал, по-моему, да, как у меня в садике, опять-таки, Дима Мухин, мальчик такой, ну, просто Дима Мухин его звали. Взял яйцо вареное, вывалил его в этом самом винегрете, оно стало такое розовое, потом засунул в рот, потом стал вот так изо рта высовывать. Я на это смотрел завороженное, меня, естественно, вырвало. Вот. Было такое. То есть, еда в детском саду в 83-м году, в 83-м, 4-м, 5-м в совке, да, это самый ад, и, наверное, до сих пор, поэтому, когда я, значит, что-нибудь вкусное сегодня ем, я думаю, как хорошо, что сейчас 2021 год, и мы жители в широком смысле цивилизованного мира. 0 евро собрали, слава богу, День святеров, национальный праздник в РНГ, это правда, вот это мы сделаем. Об МЖВЛе, говорит Марат Дмитрий Б., в России нет Дня святеров, есть День тельняшки, пилотки и всякого другого, псевдо-патриотического дерьма. Это грустно, предуквастись, сделаю, сделаю, День святеров, просто я завис, глядя на нижний уже комментарий, Николая Волгина, некоторые пишут, что Гребачев был революционер, а Ельцин контр-революционер, это привел к тому, что сейчас имеем. Ровно так и есть, давно об этом пишу, еще с 2011 года. То, что мы считали более прогрессивным, нежели Гребачевская перестройка, это в реальности был полноценный номенклатурный реванш. Вся деятельность Гребачева была направлена на разрушение власти, вот этой замкнутой касты номенклатурщиков, да, наверное, и силовиков тоже. В итоге, да, в итоге система нанесла ответный удар, который Гребачева уничтожил. Думаю, Павел Гнило-Рыбов сегодня утром постеснялся высказать вам ваше преосвященство в свое пожелание. Марат, наверное, авиатский Кремль, Хлынов был деревянным, как ваш импозантный хейтер. Марат, и поэтому не пережил ход времен, я живу буквально на том месте, где стоял Кремль города, точнее его припрежная, припрежная, прибрежная, не знаю, чем это речь, прибрежная стена, точно, Марат. Да чего вам эта слава, ведь он ломает, да не ломается вам, просто медленный контакт, что называется. Приветствую вас слева, Эльдар Забиров. Друзья, напомню, стрим будничный, что хотите, то и воротите, но имейте в виду, есть некоторые этические и моральные берега. Марат прав, где мезвинец, отрезали полтуловище, сраные врачи, ёп-ёп-ёп, твою мать, не умеешь, не лечи. Обезьяна чищищи продавала кирпичи. Сергей Шершнев, историк архитектуры Броновицкая, рассказывала недавно про строительство центра Помпиду, как попытку смягчить отношения молодёжи с 68-го года к власти. Получилось, Сергей Шершнев хорошо вписывается в концепцию благоустройства в обмен на лояльность московской интеллигенции. Вопрос, насколько власть это делает осознанно. Уверен, что осознанно не раз об этом говорил. Марат призывает подписаться на канал, и я призываю всех подписаться на канал. Нас должно быть хотя бы 19 тысяч, ещё лучше 20, ещё лучше 200. Олег, вы не прочитали мой сарказм, 91-й лучший год, потому что это серьёзный разговор, с сибиряк, сарказм здесь неуместен. Та-та-р-лар-ал-га, так говорит сам патрон Кашин, впервые не запнувшись, хотя медленно. Александр Шпаковский. Олег, приветствую, 91-й год, год кошмарных предчувствий для меня и семьи. Мне 16, и с полностью с декабря гражданом СССР был 15 дней. Поздравляю вас, Александр, вы побыли советским человеком и остались им навсегда. Да, Марат, Марат, Марат Настим, впрочем, мы все понимаем. Вот, согласен с Каляпиным, что Нашняя Россия списана с Орвелла. В той же мере, в какой Запад, да простит меня, Владимир Сианихин. Орвелл работал на BBC, как мы знаем, и срисовывал во многом двоемыслие с него. Не согласен с Каляпиным, весь Орвелл списан с СССР. Ну, не только, окей. Парноспамер, вы хотя бы доллар нажали на начало. Да, 15, не знаю чего, но явно каких-то денег. Спасибо большое, Ада Грин. Друзья, вятка посолонела от моих слов. Олег Тумсов в шорт-листе на гостевой стрим. Во-первых, боюсь. Во-вторых, я думаю, он не пойдет. 15, знаю, что я бора. Спасибо, Марсианин. Да-да-да, спасибо большое. Юсупер, 15 чего. Шекели в чате. Лесена Калиса. Владимир нас слышит. И что, не осуждайте меня, Владимир. Шекели пошли. Клим Дритяков. Вы говорите, что к нынешней диктатуре мы пришли через демократию. Неужели на территории другого варианта быть не может? Чего не строим, все равно диктатура получается. Иначе разруха. Самый неразгадываемый вопрос российской новейшей истории. Никто не знает точно. Владимир Балаласи, Анихин. Марат. Это наш секрет. Ник Волги, но Лимонова, отец в конвойных войсках, служила младенцу Эдику в нынешнем Дзержинске. Спать в снарядном ящике доводилось. Вообще его автобиографическая трилогия очень хорошо зашла. Да-да, говорит Владимир Балала. Тимур Валеев. Привет, Олега Чар. Что можно ответить на тейк? Путин отнимает свободы, которые пришли в РФ при Ельце. Не Ельцин отнял эти свободы и поэтому привел Путина. Последовательность ровно такая. Посмотрите на календарь исторический. А Марат пишет колонки или читает рэп? Марат пишет все. Олег, как называлась колонка про Ставропольского губернатора? Не гуглится Лорен Ставропольский. Но маленький есть секрет. Надо ее искать прямо вот на сайте Репаблик. Зайти в поиск и забить Лорен Ставропольский. Через гугл я тоже не смог найти. Стикеры это находка... Да, и мое интервью АИ в Ставрополье какое? Которое называется «С огромной нежностью». Вот оно, я его помню. Прямо такое самое доброе. Трофим своего рода лет спи с 90-х создал в своих песнях. Это как есть поклонники у Михаила Щербакова. Нельзя выключать стикеры, говорит Марат. Я согласен. Утром слушал эхо, говорит Юрий Белоусов. Там позвали Макфола. Он очень смешно пояснял, что бумажку про не вступление Украины дать не могут. Так как демократия и эстонцы против. Ну, я думаю, Макфол это уже такой сам по себе. Макфол-хохол. В смысле, которого забыли спросить. Вам совок, Марат. Ребята, кому нужен совок? То есть жить в одной дружной семье с армянами-избайджанцами. Кто хочет? Да все хотят. Или Вертухаим в Прибалтику? О, Марат, Вертухаим в Прибалтику. Мечта. Мишина сошла с ума ни на поиск подачи, ни в Розыча. Я не знаю, почему. А что там такое? Какая связь? Ничего не знаю. Лучше маленький, но свой. Прибалты сидели в ревятских лагерях, Марат. Это правда. Вот на генштабе в эстонском прям завораживающая табличка высшего офицерского состава 30-х годов эстонского. Да, там типа место рождения, там не знаю, Ревель плюс-минус там или на хуторах. Место смерти Красновишерск, там какой-нибудь Нарым, там что-то такое. Это, конечно, прямо вштыривает. Дед говорит про совок. Дед говорит всегда про совок, даже когда говорит не про совок. Один латыш, наш местный, кто-то как-то отшутил про мою татарскость, пошел немедленно побираться нахуй, говорит. Марат, Марат, вы суровый человек. Совок говно, задонатил в телеге. Спасибо большое, Эльдар Забиров. Уважение вам. И Марат справедливо сигналит про кофе, но мы, чат улетает пока у нас и из-под рук, и из-под ног. Представления Горбачева США устарели, право выхода штата лишились в результате гражданской войны. Ему надо было быть линкольном, железом и кровью отменившим рабство. Слава Городников, ну, он пытался же, да, железом и кровью он пытался наводить порядок в республиках и не преуспел. То есть, начиная даже не с Белиси, а буквально с Алма-Аты. Пчела Майя опоздала. Ну, как говорится, Пчела Майя, мы рады, что вы зашли. Хотя бы, Марат, мне бы хотелось слышать в истории разложения культурного класса в СССР. Тот же Миронов поет в фильме «Бриллиантовая рука» о Ебби Челс, величай английской повесткой от Канадуэля до Битлз. Да, конечно, поражает обилие вот это именно такой снизу вверх восторженной, как это сказать, ну, британской эстетики, да, там вот в нашем детстве Мэри Поппинс всякая вот это все. Да, и Канандоэль и прочее. Загадка. Ну, а что касается Миронова «Бриллиантовой руки», отсылаю вас, допустим, к песне тех же примерно лет, чуть более ранних из фильма «Путь к причалу». Знаменитая песня «Если радость на всех одна, на всех и беда одна», как раз ее цензура запрещала как слишком западную песню, похожую, условно говоря, на блюз. И тогда Данелия, композитор, сказал, режиссер, защищая в цензурном органе композитора Андрея Петрова, сказал, что вы не понимаете, да, фильм про север, поэтому у нас использована народная музыка, там, чукчи, условно говоря. Цензоры поверили, может быть, Миронова «Бриллиантовой руке» также продавали цензуре. Ну, известная история про взрыв атомной бомбы, да, «Бриллиантовой руке». Пчела Майя, я в детстве никогда не опоздал на Пчелу Майю, то же самое, причем лето 91-го года, да, это не только Дисней, в смысле Чип и Дейл, да, но и Пчела Майя, по-моему, по субботам. Марат, Марат, ребята, объявляю кофе, Марат прав, 700 рублей от Александра Тимофеева, спасибо, Александр. В 30-е годы 20-го века прекрасный культурный ансамбль, который уже ты назвал Левятским Кремлем, был практически весь уничтожен, кошмар. Конечно, Кашин работает за шекели. Какая сейчас диктатура? Сейчас один из самых свободных и безопасных периодов в истории РФ и, наверное, самая сытая. Вот я об этом постоянно спорю с Владимиром Сианихиным, то есть, вернее, я согласен и что диктатура, и что одно из самых свободных и безопасных и самая сытая. Но вот как с этим быть, не знаю. Олег, а в итоге у Тимиро-Олевского судьба сломалась, с ним все так критично и вполне нормально. Сложилось нормально, вполне, но, как говорится, не надо судить. Это другое, это уже так. Марат Мараз видел, как Путин сущит ножками. Видел, конечно, неврозов смешанно и мутил. Ничего про это не знаю. Вы правда считаете, что Зерсон левачка? Я ничего не считаю, дорогие друзья. Я считаю только минуты до окончания сегодняшнего стрима. О, это был Иван, оказывается. Считаю минуты до окончания сегодняшнего стрима. И до того момента, когда завтра в 8 вечера по Москве мы увидимся, услышимся на Эхе Москвы в программе. Атака с флангов с Лизой Зерсон и Бурда с Максимом Курниковым. А после этого завтра же будет стрим. Ну, в общем, пока. До свидания, друзья. Спасибо всем, кто был, кто нажимал лайки. Марату спасибо, Александру Петрикову спасибо. Спасибо всем. Всех люблю, всех обнимаю. И никого из вас, конечно, пидорасами не считаю. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok